Привет, друзья! Я все-таки вчера купила себе сережки. Давайте я вам их покажу. Такая красивая коробочка, красненькая, с бантиком. Прям как все для нас любимых. Очень красиво оформляют в магазине. И вот, собственно, магазин. Вот, коробочка на магните. Ну и вот они. Вот такие маленькие. Золотые. Так, ну все, я пошла. Волнуюсь, как будто егэ иду сдавать. Сережки взяла, деньги взяла, взяла со мной. Фух, жарко и реально, как будто я иду экзамен сдавать. Все, пора. Еще забыла вам сказать, по случаю покупки в салоне Sunlight, так как покупка была первая, я также зарегистрировала онлайн дисконтную карту. И при регистрации на сайте дома мне было вручено 1000 бонусных баллов, что равно 1000 рублей. Я так понимаю, что воспользоваться ими можно при покупке свыше двух или трех тысяч. Вот, и еще так же, то есть я уже пришла домой, там в почту, всякие поздравления читать и прочее. И, значит, еще обнаружила письмо, что, значит, в честь дня рождения вам дарится подарок. То есть в течение недели он действителен, то есть нужно подойти в магазин Sunlight, в салон, и, значит, назвать свой номер и код, который прислали в смс-ке. И вы получаете подарок. Очень, кстати, мило. И вот Sunlight, так, я обошла где-то порядка шести разных ювелирных магазинов, и Sunlight оказался довольно, как сказать, ну, приемлемым по ценам, и там ассортимент прям шикарный. То есть можно выбрать все, что угодно, и цены варьируются от тысячи, ну, там, да, ста тысяч. Ну, конечно, кто может позволить себе бриллианты за сто тысяч, я, конечно, очень рад за этот день, но мне и за тысячу нормально. Так что имейте в виду, если вдруг пойдете, соберетесь в ювелирный, если вы в жизни, сидите Sunlight, там еще и подарки дают. Итак, привет, народ! Меня уже с прошедшим. Сегодня у нас восемнадцатая. Вот, и, да, оно свершилось, собственно. Ну, хочу рассказать ощущениям. Жутко боялась. Ну, как, боялась, волновалась, что, может быть, что-то не так пойдет, или вообще, не знаю, какая-нибудь ситуация будет не... А, нестандартная. Вот. Ну, как бы, все было нормально. Как врач сказала, сам процесс, он не столько болезненный, сколько неприятный. Ну, и, как бы, тоже я могу сказать, что боялась я, в принципе, зря. Все прошло довольно быстро и без особых каких-то проблем. Вот. Было ощущение, как будто мне прищемили ухо очень крепкой, металлической скрепкой какой-то, прищепкой. Вот. То есть было ощущение, что прищемило ухо. Сначала одно, потом второе. Вот. Но, как процесс проходил, значит, я пришла, у нас сразу спросили, какие у вас сережки. То есть я думала, что можно сразу в золотые одеть, но сразу нельзя. То есть нужно именно из медицинского сплава. Вот. И, собственно, мы ходили накануне... Накануне 16-го мы ходили с мамой в ювелирный салон. И я как раз хотела выбрать там именно сережки из медицинского сплава, но там не было. Именно из медицинского. И вообще как-то это, я так поняла, в ювелирных салонах не особо популярно, медицинские сплавы. Вот. То есть это довольно большая редкость. Вот. И, в общем, мы купили золотые, но золотые поставить сейчас пока нельзя, как мне сказали. И я вынуждена была выбирать из того, что есть. То есть сережки были упакованы герметично в индивидуальную упаковку, и она была запечатана именно герметично. То есть ее нельзя там их вынуть, потрогать, посмотреть, это все запечатано. Вот. Но я выбрала оптимальный такой, ну, довольно крупный они, то есть такой вариант. Маленький кружочек, и в нем зеленый камершек или стеклышко, я не знаю, что это такое. Ну, в общем, процесс такой. То есть мне посадили на стул, врач протерла ушки чем-то, там, спиртом или что, чем-то таким. Наметила маркером, или фломастером точечки, сверила их линейкой, чтобы они симметричные были. Вот. Взяла такой страшный агрегат, знаете, такая есть штука, не помню, как называется аппарат, он, например, вам нужно там на сумке ручку соединить. Вот заклепка такая есть, вот, не люверс, а заклепка, и вот этот установщик заклепок, он такой огромный агрегат, сантиметров 30. Ну, я думаю, что мужчины, если меня смотрят, или кто сталкивался с какими-то столярно-строительными вещами, тот знает, о чем я говорю. Такие длинные заклепки, на одном конце шляпка, а на другом конце длинный такой штырек. Штырек с парохой продевается через отверстие, ну, через, там, слой, допустим, ткани, или слой, там, металла, и с помощью этого заклепчика он вплющивается, и получается такая заклепка. В общем, примерно такой уже план аппарат, только маленький, буквально вот в кулаке умещается, вот, и она, собственно, врач ставила в одну сторону этого установщика сережку, в другую сторону, вот эту заднюю штучку, которая закрепляет ее. И хрязь, и все. И хрязь, и вторая. Вот, я только успела напугаться, и все. Вот, собственно, вот так, и все, мне сказали, все, идите, вы свободны, посмотрите в зеркало. Я говорила, а для чего смотреть в зеркало, а вдруг они не симметричны, вы же не сможете переделать. Забавно. Ну, и в общем, вот так, вот, и на кассу, и все. Единственное, что после, сразу после этого, то есть сначала никаких ощущений болевых не было, то есть там ничего не ныло, не болело. Где-то минут через пять уши начали безумно чесаться, то есть прям хотелось их тереть сильно, очень руками, чтобы как-то почесать, но нельзя было. Вот, и, соответственно, сказали, дали памятку небольшую, там, значит, три дня нельзя мочить уши, значит, все время утром и вечером смачивать место, прям капать туда на место прокола перекиси водорода. Вот, или еще каким-то препаратом, не помню, как называется. Вот, и носить сережки именно эти ровно месяц, ну, от месяца до полутора, это как бы там ситуация, ну, месяц минимум. Вообще нельзя снимать. Вот, и где-то через три дня начинать их прокручивать. Вот, вот этот момент меня немного, как бы, опять настораживает. Вот, на данный момент, вот уже, как бы, можно сказать, что почти сутки прошли. Правое ухо я практически не чувствую, то есть там как будто ничего и нету. Вот, а левое, то есть я сегодня утром, когда их смачивала перечиси, оно побаливает, то есть как будто там синяк. Вот, и сразу такие мысли закрадываются, что вдруг там уже что-то к чему-то приросло и прилипло. Если я буду через трое суток начинать прокручивать, не будет ли это все больно? Хотя, ну, я не знаю, может, я просто слишком пугливая стала какая-то. Вот, ну, в общем, пока так спала нормально. Ну, переживала, что они будут как-то в подушку тереться, не знаю, честно говоря, я была в отрубе, поэтому не могу на это ничего сказать. Вот, и так, пока по ощущениям, вот на данный момент, по ощущениям левое ухо болит, правое нет. Вот, пока больше такого ничего не могу сказать. Еще был прикольный момент, когда я сидела, мы потом с мамой встречались, пришли в магазин, и я сидела на лавочке ее ждала, и первая мысль, которая пришла в голову, блин, зачем я это сделала? Ну, уже ничего не воротишь, уже дырочки. Нет, ну, можно, конечно, вытащить сережки, они зарастут, но, как бы, а смысл тогда, зачем я это делала, действительно? Я уже себе столько всяких украшалок накупила, и дешевых, и дорогих, и красивых, и очень красивых. И, как сказала мама, красота требует жертв. Так что, сейчас надо будет не забывать утром и вечером их смачивать перекисью, и на третьи сутки, это получается, с воскресенья, даже с субботы вечера, начинать крутить. Вот это меня больше всего сейчас, как бы, я из-за этого переживаю, что, как это, начинать крутить. Вот, но я не думаю, что это больно. Там какая-то, ну, говорят, лимфа вытекает, пока у меня ничего не вытекало, как-то оно так получилось очень быстро и непринужденно, и крови вообще не было. Видимо, из-за того, что ушки маленькие у меня. Вот, и никаких, конкретно таких, каких-то кроваво-болезненных ощущений не было. Вот, единственное, что я больше переживаю, чем есть на самом деле, но пока я не могу себя просто в этом убедить, что переживать вообще не о чем. Вот, так что, так что вот так вот. Вот такие вот у меня пирюшки. 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 Пирюшки.